Прошли сутки и по результатам вашего голосования все почему-то топят за Pixel 2 Но там ситуация такая, Pixel 2 остался Но еще есть и Pixel XL мне привезут показать Примерно за эти же Pixel 2 XL, примерно за эти же плюс-минус деньги Еще все надо проверить, чтобы это все не было дело восстановленное Как говорится, в общем придется ехать за Pixel 2 Давайте уже начинать И еще раз, еще раз прошу вашей поддержки, репостинга, лайкинга и все что связано с этим делом Погнали Хоть практически облачно, но солнце что-то светит, слепит глаза В общем, что хотел сказать Будьте внимательны, потому что много людей, которые, скажем так Уже начинают продавать Pixel 2 XL абсолютно восстановленные То есть надо смотреть Я не против восстановленных трубок, даже не против восстановленных трубок неофициально Но всегда руководствуюсь правилами Цена, виси, качество То есть все должно соответствовать качеству То есть если у вас восстановленный телефон И он восстановленный неофициально То у него должен быть соответствующий ценник Для того, чтобы человек, который его покупал, знал на чем он экономит И об этом должно заявляться официально Случались такие случаи Случались случаи, прикольно, да? Что люди пишут на том же форуме, что многие магазинчики В основном это московские радиорынки И всем известная горбушка Продают восстановленные трубки под видом, скажем так, новых И по прайсу новых Что будет здесь, фиг его знает Продавцы магазина, где я нашел Pixel 2 Клянутся, что смартфон не восстановленный Я его пробил по имейке Он предназначен для продажи в Австралии Не операторский То есть у него вроде как все должно быть в порядке с разблокированным загрузчиком Посмотрим, как это будет происходить все на деле Посмотрим, какая у него комплектация То есть сходятся ли имей-номера И вот это все очень важное при покупке таких дорогостоящих Гаджетов Короче, посмотрел я один Pixel 2 XL Все с ним хорошо, но в черном списке Подробнее расскажу чуть позже Сейчас прям бегу смотреть второй Мне нужно несколько 55 Друзья в поисках Pixel'a Я покидаю этот шикарный бизнес-центр, где Flight Emirates и всевозможные классные конторы с новеньким, приобретенным Pixel 2 XL за рекордно низкие деньги. Более подробно, конечно, вы сейчас об этом узнаете. Я взял новенький Pixel 2 XL. Офигительно себя чувствую. Это прямо какой-то космос. Двадцать восемь тысяч рублей, и при этом он просто в идеальном состоянии. Им никто не пользовался. Pixel 2 XL на сто двадцать восемь гигов. Jet Black. Чё вообще происходит? Это супер цена. Это супер предложение. Я охочусь постоянно за такими ценниками. И мне, надеюсь, в очередной раз повезло. Давайте уже смотреть вместе. Также бы хотелось сказать огромное спасибо этим ребятушкам, которые всё-таки мне не сошлись. Мы по цене как бы не продали мне смартфон. Большое вам спасибо. Всё, что не делается, всё делается к лучшему. Мало ли вы это посмотрите, и вам отдельный респектус. Я надеюсь, у вас получится продать телефон. Но просто всегда говорите как есть. Как говорится, своя цена на любой гаджет, по-любому покупателю найдётся. Давайте я вам расскажу по порядку, как всё на самом деле происходило. После того, как я понял, что в голосовании выигрывает Pixel 2, я начал подбирать варианты. В принципе, они у меня уже были. Один вариант у меня уже был, но надо было ехать в другой город. Для того, чтобы подстраховаться, надо иметь несколько вариантов в запасе. Непосредственно я занимался практически всю ночь подбором аппарата, изучением его характеристик, подводных камней при покупке. Узнал много всего интересного. Об этом поведал вам и поведаю в будущих своих видосов. Далее я приехал в другой город. Встал рано утром, всё это дело проделался. И вот всё, я уже приехал на встречу. Но перед тем, как смотреть Pixel 2 в магазинчике, в Telefox, это не секрет, все думают, что там продаются восстановленные телефоны. На самом деле телефон там с Австралии. Он стоит своих денег, он бэушка, но это Pixel 2 на 64 гига в идеальном состоянии. Но мне хотелось ещё больше, ещё выше. И я, соответственно, договорился с людьми насчёт Pixel 2 XL. Несколько вариантов было на Авито. Когда непосредственно я назначил встречу, пришёл хозяин телефона, принёс телефон. Первое. Мы долго разговаривали, больше полутора часов, как бы, ну, больше часа точно. Я проверил телефон вдоль и поперёк. Первое. У телефона косметическое состояние на 4 с такой большой, жирным, таким большим минусом. То есть это, скажем так, он белого цвета на 64 гига. И у него много минусов, помимо его внешнего вида. То есть это заблокированный загрузчик, потому что это Verizon операторский аппарат. Он в блэклисте, и он при этом ловит сим-карты, он работает. То есть никаких проблем в этом плане нет. Но отсутствие документов, отсутствие коробки, отсутствие оригинальных аксессуаров, скажем так, я немножко смутился. И хорошо, что я это сделал. Спасибо человеку. Хотя мы просто не сошлись в цене. Я им предложил свою цену. Он отказался и имел на это полное право. Но он готов был скинуть. Но там действительно такое состояние. И плюс эти все минусы, вообще, меня не устраивала эта цена. Мы просто не сошлись. При этом это очень хороший по виду человек, молодой человек, который честен перед всеми, по крайней мере, передо мной. Он сказал, как есть. И очень был удивлен тому, что я ему рассказал, что существуют вот такие вот нюансы при покупке таких дорогих аппаратов. И в частности Pixel 2 XL. И после этого я поехал навстречу. Я бежал, я успел. Человек ждал меня до 5 часов вечера. И это очень-очень круто. И вот он, Pixel 2 XL на 128 гигов Jet Black. У меня даже рука болит держать телефон. Pixel 2 XL Jet Black. Короче, он тупо новый, не использованный. Даже я его первое активировал. Но у него есть один маленький недочет. Но его цена перечеркивает все недочеты. Внешнее косметическое состояние нулевый. Это 10 из 10. Полный комплект. Не восстановленный. И мы все проверены. Отдельно расскажу, как и что смотреть, и где заказывать. Если вы хотите себе такой аппарат. И как можно на этом действительно сэкономить денежку. Ну, у него есть один недочет, который перечеркнула цена. Весь этот недочет перечеркивает цена. Вася, 28 тысяч рублей он достался мне по этому ценнику. Это просто супер коммерческое предложение. Это супер цена для этого телефона. Да, у него, наверное, есть минусы, как у гаджета. Но надо попользоваться чистым андроидом. Надо установить сюда Android P. Надо вообще посмотреть, что это за камера. И вообще, действительно, там месяц-два попользоваться этим устройством. И уже потом смотреть, продавать, не продавать. Поэтому я вас прошу, для того, чтобы больше энтузиазма, больше, скажем так, желания делать для вас какой-либо контент, пожалуйста, поддержите этот видосик пальцем вверх. Обязательно напишите, что пиксель на удачу. Вот такой будет хэштег, я придумал только что для вас. И давайте так, не будет никаких условий. В общем, следующий видос, это первое знакомство. И первое, посмотрим на внешний вид свежекупленного, нового-БУ Pixel 2 XL. Погнали, короче, ставить лайки. Пишите, что вы супергерой в комментариях. Обязательно подписывайтесь на канал. Есть чат в Телеграме. Проходит конкурс, розыгрыш, мигбенд в каждый месяц. Короче, условия есть. Тоже будут в описании под этим видео. Вам большое спасибо, что посмотрели. Вы супергерой. Об этом напишите. И также хэштег Donald Duck. Пиксель на удачу. Главный хэштег этого видоса. Я не прошу с вас лайков или так далее. Просто, чтобы поместить это все в один видос. Это он очень длинный будет, как бы, как-то так. Буквально через секунду увидимся в новом видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok